Сегодня 18 июля, 22.45. Мы на станции Подстёпный. Провожаем брата Никиту. Братья отгоняют комаров, потому что их здесь очень-очень много. Владимир Александрович, а вот вопрос такой. Братья приезжают вот каждый год. Вот твои чувства как радости, что ты вот, как ты принимаешь, ты радуешься ли ты, что ты испытываешь, какие вот чувства, и вместо бы испытания, вместо исписания бы о том то, что, ну, как, 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 ну, приведи какое-нибудь местописание, Володь, чтобы описать вот свои чувства, если можешь. Есть это у тебя? Испытываешь ли ты это? Застал ты меня врасплох. Да. Вопрос на сайте. Не знаю, брат, не могу тебе ответить. Ну, 132-й Апсалом, правильно? Помогаю тебе. Как хорошо и как приятным жить, братья, вместе. Ну да, это жить. Ты говоришь про встречу? Да. Ну вот мы же жили, мы же вместе трудились, живем. Встреча, конечно, она всегда радостная. Печаль – это когда уезжает. Это всегда. То есть, какая-то часть, каждый человек уезжает с тобой. Да и у вас тоже самое чувство, я знаю. Я сам еще уезжал, понимаю. А вот в этом году у тебя сестра приняла крещение, Татьяна, сыном ее, Иваном, правильно? Да. Но я не хотел, чтобы он крестился, но Ильичич настоял. Я думаю, что в этом какой-то даже, может, промысел бы уже есть. Игорь Добунов мне звонил после этого, когда он их проводил там, в Барнауле-то посадил. Он, говорит, очень удивился над этим Иваном, говорит, он за всю дорогу ни одного слова, говорит, не сказал. Максимка бы там у Константина сейчас. Да, он хороший парень. Да, ни одного слова. Ну, травма есть, все равно психологическая. Психологическая травма есть. Ну, я не знаю, что у него там. Ну, раз отца его убили, ничего. Может, он сам по себе такой не знает. Не, ну, это все равно все. Сейчас я, как Татьяна, да, сестра зовут? Да. Я ей сказал, что обязательно нужно парня отдать заниматься спортом, там, где тренер-мужчина. Это компенсирует ему отца. Ну, не в полноте своей, но, по крайней мере, он будет под мужским присмотром. Это сейчас очень важно для него. Потому что он сейчас формируется и становится как мужчина. Но маме это будет сложновато сделать, плюс она его жалеет. Поэтому я ей говорил и тебе, ты же все-таки дядя, возьми на контроль. Это просто важно, действительно. А мне тоже с ним удалось поговорить, и он, оказывается, любит автомобиль водить и умеет. Он говорит, я водил. Ему кто-то давал там, он, то есть, его обучал. Я его плохо знаю, потому что я его всего в жизни видел два или три раза. Два, наверное, раза. Он считает, что родился без меня уже. Вот подъезжает поезд. Брат Никита едет до Омска. Это связи. Это. Что-то все снимают. Чего? Не важно, я сейчас ролик постараюсь опубликовать. Проводим. Брат Иоанна еще с нами. Это очень важно. Это очень важно. Это вообще не важно. Нет? Она сама жалеет, она это сама жалеет. Поэтому единоборство, плавание или что-нибудь такое. Не, единоборство не надо. Есть мужчины. Борьбу-то можно. Борьба. 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 Он там уже занимался чем-то. Человек ходил хуже. Так, ну вот Никита все. Вот. Сколько ковров прохожает. Куча просто. Благословение. Так, все за желтую линию. Вот за эту вот. За белую. За желтую. За вторую, да. Видишь? За белую, брат, уже поздно будет. Да. Она выглядит. Все снимают. Да. 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 Это должно быть. Да. Он её, видишь, протягивает дальше куда-то. Да. Володь, помоги ему с сумкой-то. Вот здесь, вот здесь, рядом. Вот, вот, вот. Сумка там еще. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. Вот. Вот этот молодой человек, мы его уже часто встречаем, на этой машине, где он там работает. Постоянно. Как раз провожали. Все, брат уезжает, принимал крещение в этом году. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok